Виноградов здравия, Алексей, я тебе вспоминаю о карте Винограда, что бы я без тебя делал, господи Виноградов, так, Снегирев Александр, доброго времени суток, так, А, Снегирев спрашивает, хотел задать вопрос, доставил, чтобы появились веточки и почки ниже прививки, надо оставить или отщипнуть, помню, ваше видео были рекомендации не трогать, если они не конкуриваются в тайной столовой, дело в чем, когда-то, практически, может быть, всего, не больше двух, трех, ну, четырех советов, которых я придерживаюсь, но они не мои, вот как раз такой случай, Где-то, когда-то, сто лет назад, кто-то, когда-то, может, тридцать лет назад написал, что если растет еще и дичок полез, пусть сейчас дерево составляет этот дичок, кроме прививки, это значит, что будет, там, он будет, ну, скажем, более морозостойкий, ну, в общем-то, где-то и в этом логика есть А вот тут главное, что, можно оставить, но чтобы он не опережал основной пробег, он может буквально задавить А если держать его, вот, отходать в этом самом, как говорится, в черном теле, то есть подрежать, подрежать, не давать его развиваться сильно Ну, допустим, четвертая часть кроны составляла бы, допустим, его, дикаря, четвертая часть А основная часть ничего уже не случилась, дичать бы она не стала бы Вот, но дерево получилось бы более гармонично, вот такое слово прививаю, гармонично Вот, поэтому можно и не трогать А отщипывать, да, допустим, Сергей отщипывает на той стадии, когда они только просыпаются, почему? Можно, наверное, продать-то не дичок, а культурный Там, да, только раз побеги появились, ниже прививки, вот пальцев раз, их нету Так, Артем, добрый день, да, вот тот самый парень С этого собора Ну, память-то, по ту сторону границы Вот, Артем Семенченко у нас, наш друг Так Сейчас скажу С нашей стороны Белгород, чуть проедешь И попадаешь Да, наверное, мозги мои начинают отсыхать Я никогда не стесняюсь, какое есть, такое есть Вот Северная столица Украины А может, хорошо, что я не говорю, где он живет Но, наверное, это кто-то меня не дает сказать Я всегда верю в то, что существует какая-то Какая-то сила, которая выше нас Может, и хорошо Придет время Внимание, все узнают Перевлажненность А значит Раз перевлажненность, значит Может, они в летом с апреля Хотелось бы верить, что они не захлили за недостатки влаги Вы сейчас освобождаете от песка Моете и сушите И храните до следующего сезона Тимофеев Валерий Кустин Нынче после зимы Рассвет абрикос манжурский полукультурный Причину не знаю Думаю, что близких готовых вод А если посадить дикий манжурец Он лучше переносит близкую воду А что такое манжурский полукультурный Сейчас я очень нужна косточка дикого абрикоса Или он надо перевить на что-то другое Не на абрикос Ну, я скажу так Во-первых, слово манжурский полукультурный А это не мое слово Я никогда так не говорю Мне всегда резало Снух резало Зирение Вот именно вот это Что Его еще так называют, но не я Вспоминаю, как я их называю Манжурский абрикос Бывает манжурский абрикос и другие бриллины Потом я называю Еще сыновья манжурского бруса Да, они полукультурные Но вот так, чтобы надо Абрикос манжурский, полукультурный Я не называю Откуда он у вас? Сейчас я не буду спрашивать Близко крутой воды? Да Это очень возможно Теперь Посади дикий манжурис А он огромный Значит, как я называю Хрень редкий, не слащий Вот Косточки дикого абрикоса Пожалуйста Только вы уже не садите Там, где близко, готовая вода Косточки, обращайтесь ко мне Если надо привить на что-то другое Как вы пишите Да, можно привить на терн Получу Сливу Терносливу Пожалуйста Привайте Но шансов, что на долгую жизнь Очень мало Может добиться урожая Можем получить несколько урожая Потом, скорее всего, помоет Но Если иметь последователь какую-то Один враг плодоносит Второй уже Смена подрастает Не ждать, когда помоет А смена подрастает Тогда можно иметь Прекрасно Пусть у вас будет тогда Не десяток абрикосов Абрикос на абрикосе А два десятка абрикосов Абрикос на Рослинике, которого меньше Размер корней Вот и все Видите, как просто Только повозится побольше Так Таня благодарит Смотрите Жирный Виновый Простик И морозостойкость Так Вопросы Какие побеги Обладает Больше зима Больше зимостойкости Крупные побеги Метр Или маленький Простик Более морозостойкий А Александр Николаевич Вы знаете Так Это Я считаю Я не могу ошибиться Потому что Такие вещи Они Как сказать Мы же Тут Вы же не назвали Что это Какие виды Абрикос Абрикос Нельзя сравнивать Но крупные Побеги Так И мелкие Побеги Это Разное Предназначение Я Вдурею Прямо Буквально В смысле Когда Знаете Что делать Вот Обыкновенная Статья И он там Прямо Безжалостно Пишет Убираем Все Слабые Ветки А там Дерево Ему Три Четыре Года И там Слабых Веток Двадцать Тридцать Пятьдесят Прямо Наглую А потом Еще Ходит Вот такая Вот Как эти Не Не Кночь Вы Вспомните Вот эти Специалисты Помните Фотографии Вот И Чик Чик Слабые Они Не Различают Ветки Ростовые С ветками Помнишь Ростовые Ветки Не Различают С ветками Плодовыми У Каждой Ветки Двадцать Сантиметров И Тридцать Сорок Пятьдесят Елеметр Это не значит Что метровая Сильная А Двадцать Слабая И то И то Совершенно Это Разные Предназначения Ветки Ростовые Ветки Плодовые Ветки Двойным Назначением Составить Жизнь Там Плохая Зима Большие Потери Выбросит Ростовую Ветку Все Благополучно Эта ветка Не станет Расти А покроется Плодами Эта же Ветка Из этой же Пусть А теперь Когда я Почу Не надо Эту Тему Поздравлять Сейчас Границ Нет Сейчас Есть Прот Так Теперь Смотритель Пишет Мерли Пишет Подождем 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 Когда-то Все Кончается Вот Опять Нас Будет Мало Через Месяц Будет Не больше Четырехсот Пятисот Человек И это Насчет Странов Около Миллион Просмотров Тот И будет Править Бал И даже Не ведая Что Играет роль Как это Называется Люди Гибнут За Метал Сатана Там Правит Вам Вот это К сожалению Друзья Это Есть У меня После Сорган Зимы Пишет Александр Михайлович Все Что имело Крупный Прост Вымерз Поверз Снега А более Тонкие Маленькие Прост Варз Соль Более Живые Оказались Особенно Заметры При прививке Черемков С двумя Почками Так Ну Что я скажу Значит У вас Получается Крупное Время Труднее Труднее Добираться Труднее Добираться Наверное Живительной Влаги Чем Дай Маленькие Поросты Вот Нет Все таки Я стою В этом Мнение Хотя У вас Получилось Разные Результаты У Длинных У Мощных И Коротких Я считаю Что Это Сравнивать И Поверз Синега Отрезать Нельзя Потому Что Если Отрежешь Те Которые Дороги Дороги От Этого Рассой Еще Больше Уменьшится Так Мелли Коллег Ковченович После Сколких Лет Абрикос Можно Не Полевать Какого Дости Корм Дости Мутри А Если У вас Нормально Развью Так Как У Меня Три Года Хватит Вот Всего Так Снегирево Похожа Ситуация Вообще Год Был Страшный Во многих Местах Более 40 Раз Мичурин Почему Перенес Сво Весесок На Менее Жирную Почву Значит Николаевич Я Вот Что Скажу Я Сейчас Не Верю Ничему Мичурин Стал Эдолом Ему Надо Было Убрать Все Отрицательное Чтобы Оставить Все Положить Да Вел В Подарственной Литературе В Подарственном Подарственном Фильме Я Оговорился Принадлежат Эти слова Актеру Который Все Мерзет 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 Теперь Берем Заслые Деревья И Переносим На Буквально Беднейшую Почву В Надежде Что С Этого Момента Все Наладится И Был Совершенно Страшное Испытание Перенос Об этом По Трагическую Музыку По Трагическую Музыку Было Было Сделано Вот эти Вот Кадры Вот Столько Корней Трех Четырех Метровые Деревья На Плечо И Без Школа Земли Без Всяких Обрезов Пересело Посажено И Его Слова Большая Часть Погибла Вот Это Была Трагедия Страшная Вот Я До Сих пор Не знаю А надо Было Это Делать Может Быть Было Связано День Живо Которое Было Как Бы Покрыто Таймой Вот Это Была Ошибка Которую Придумали Еще Что То Не Верю Вот Как Станиславский Великий Бересел Говорил Не Верю Я Не Верю Хочется Садить Оставить От Покое Сади Там А Еще Много Было Очень Много Потерь Было У Него И Вся Начиная С середины 19 Века До 21 Века Страшная Вещь Самые Великие Селекционеры Не Знали Ту Чего Я вам сейчас Рассказываю Это Горькая Правда Это Горькая Правда Потому Что Как Прихлаз С Юга Технологии Реши Не Думай Ни О чем Перекапывая Не Думай Ни О чем Вот Она Она Так Продолжалась Полторы Вы Считайте Пусть 200 лет Вот Если Тогда Вот Это Все Что Я Наговорил Даже То Что Сегодня Только Сказал Если Тогда Это Было Серьезно Сейчас Россия Была Бокрыта Боссадами Я Позвал Родиться Лет На 150 Вот А Вот Здесь Вот Да Формально Это Звучит Так Жирная Почва Деревья Гибнут Вот А Когда Он Перенес На Новый Черт Конечно Деревья Большая Часть Погибла Уже Только Из-за Собого Переноса Но Зло Суде То Что Я Видел В фильме Художественном О Мичурин Это Официальный Фильм Там Было Полно Консультантов Академиков Все Это Подверглась Такой Десятельной Проверке Вот Получилось Вот А А Потом Может Стало Влезти Бедная Почва И Давай Пошло Расти Ну Мне Кажется Там Не Был Такой Климат Чтобы Все Поряд Не Было Такого Там Были Другие Причины Чисто Причины По Неправильному Выращиванию Уход Причина Климат